здравствуйте дорогие коллеги дорогие друзья и я рада всех видеть и сейчас мы с вами начинаем секцию посвященную истории памяти и истории архитектуры такие два разные вроде бы две разные области на самом деле оказываются двумя перспективами двумя подходами с точки зрения которых можно обсудить и проблемы сакрализации и обыденной обыденные практики и проблемы официальной ритуальной культуры сразу дискутанта жанну кармину и может быть жанна даже своими вопросами или комментариями поможет прояснить некоторые спорные и странные моменты которые возникают при обсуждении нашего материала в первую очередь это военный храм и военные храмы в прошлом и настоящем и главное пожалуй вот моя идея в этой секции связаны с тем что это все не не сегодня и не вчера началось и разные культурные течения и традиции актуализировались именно до таким образом что мы пришли к тому к чему мы пришли и сейчас я передаю слово татьяне ворониной но сразу скажу что как бы когда я заявляла как бы тематику этого доклада я думал что буду рассказывать об одном но начавши так сказать смотреть более пристально как бы на материалы которые у меня есть и глядя о том на то как как бы скомплектован наш круглый стол я просто подумала что ну я как бы уделю больше внимания ритуальным аспектам на как бы жизни этого храма которым сегодня пойдет речь и как бы я буду смотреть и говорить больше степени не столько охрана сколько о храмовом комплексе который как я скажу чуть ниже входит не только собственно на здание храма но и музей и и монумент и так вот храм воскресения господня более известный как вооруженный храм ой прошу прощения известный как храм вооруженных сил россии расположен в парке патриот подмосковной кубинке примерно 60 километрах от москвы но и с момента строительства и освещение храма в июне 2020 года он стал одним из современных идеологически значимых пространств россии на котором формируются и оправируются новые актуальные для российской власти символы смысла но мой интерес к этому храму был связан с работой над книгой посвященной коммеморации смерти в постсоветской россии вот она на экране и который был написан совместно с моей коллегой антропологом зузанной богумил и вот в этой книге мы собственно исследуем какие формы приобретает память об умерших не своей смертью в современной россии и какую роль в этих коммеморациях погибших играет русская православная церковь вот не останавливаясь на весьма замечательный на весьма примечательной историю самого парка патриот созданного 2014 году и ставшего прототипом для других похожих парков которых сейчас но есть уже четыре в четырех военных округах но на самом деле даже больше и я даже не буду говорить собственно и об истории создания самого храма о котором я уверенном будут как бы которому будут посвящены другие доклады на этом круглом столе я лишь скажу что и сам храм и прилегающие к нему территория вместе с памятником матерям победителей музеем дорогой памяти их нужно рассматривать как одно целое то есть это дополняющие друг друга элементы ну одной системы но и это не случайно на сайте парка они вместе фигурируют под названием храмового комплекса то есть такая комбинация кажется оправданной необходимой силу ряда причин то есть во первых это ну юбилейный храм или храм памятник победы который и строился и воспринимается как ну третий по величине монумент честь победы после родины матери в гаграде и комплекса на поклонном горе это неоднократно артикулировалось и строителями и как бы представителями которые презентовали этот проект во вторых из-за того что храм находится на известном удалении от населенных пунктов и у этого храма нет постоянных прихожан то есть сообщество важного для поддержания религиозной жизни поэтому хотя в самом храме и воспроизводятся все необходимые элементы церковного ритуала то есть отмечаются церковные праздники проводятся поминальные службы крещение отпевания но все-таки наибольший процент посетителей этого храма это но него церковь не воцерковленная публика посетителей парка патриот поэтому для них разрабатывается такой ну изобразительный язык с помощью которого можно было бы объяснить но с одной стороны вот сакральный характер этого места этих идей и памяти который запечатлен в этом комплексе а с другой стороны это язык который должен как бы легко считываться людьми незнакомыми с основами православия вот в моем докладе пойдет речь о том какие собственно проекты коммеморации погибших были созданы при храмовом комплексе в парке патриот и тем собственно формируются вот эти современные ритуалы памяти по погибшим ну я расскажу о как бы трех таких проектах реализуемых на территории этого храмового комплекса ну и пожалуй как бы во первых речь пойдет о собственно музее дорога памяти то есть как и большинство собственно современных храмов установленных по случаю дня победы храм честь воскресения господня увековечивал память о советских героях воинах то есть от той категории которая и так обычно оказывалась центре государственной коммеморативной политики ну в советском союзе и в россии ну и в первоначальном замысле в основе музея должна была лежать как бы церковная интерпретация войны как писал журнал московской патриархии в 2019 году то есть за год до открытия музея музей предлагал семь связанных между собой пространств где один из залов должен был посвящен александру невскому другой дмитрию донскому третий военно-морской который должен был рассказывать историю морских сражений федора ушакова 4 бородинском сражении коне смоленской божьей матери пятой про казанскую икону пресвятой погородицы и так далее то есть все эти залы то есть церковной интерпретации великая отечественная война оказывалась как бы вписана в контекст остальных других войн россии и соответственно погибшие во время великой отечественной войны герои оказывались как бы равными среди других героев других войн ну вот однако такой вневременной подход который устраивал предложенный русско-православной церкви оказался не востребован учитывая то значение как бы памяти о второй мировой войне который 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 играет который имеет эта память для легитимации в свое время советской власти и как бы современной российской власти поэтому вот в результате состоявшейся версии музея в основу лег именно светский советский нарратив разработанный сотрудниками центрального музея вооруженных сил российской федерации ну и упор был сделан на увековечение в первую очередь героев великой отечественной войны хотя в общем абстрактная мать победителей даже намкадова и отсылает к универсальной категории жертв войны но и это очень востребованный символ особенно в последние годы но посетителю понятно что и музей и памятник и храм это в первую очередь про великую отечественную войну собственно музей дорога памяти представляет собой ансамбль галерейного типа протяженностью около полутора километров опоясывающий храм воскресения господня по периметру то есть он состоит из 34 галереи 35 позиционных залов но на сайте компании а вилекс которая создавала мультимедийный наполнение этого этого музея он описывался следующим образом главный смысл комплекса увековечить имена всех участников военных действий дать посетителям возможность пройти свои 1418 шагов к победе главные средства увековечения героев это сохранение публикации имен и изображений и с этой целью в музее была создана новая музейная база которая так и называла дорога 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 памяти которая включала в себя как уже существующие данные о военнослужащих хранящийся в самой полной базе по погибшим в великой отечественной войне вот базе министерства об аэро на сайте память народа так и новые которые формировались самим посетителям и музея то есть этой целью был создан интернет сайт вот собственно я показываю эту страницу куда каждый желающий мог добавить информацию о своем воевавшем родственнике заполнив краткую анкету его биографии загрузив фотографии более того на сайте как бы не сказано просто точной категории как бы кого можно считать причислять категории победителей то есть там были не только люди которые не принимали непосредственно воевали в годы великой отечественной войны но также туда причислялись и узники концлагерей блокадники то есть очень труженики тыла и так далее то есть это была очень как бы большая широкая как бы категория которая должна была охватить как бы всех причастных вот ну и собранная таким образом информация об участниках войны использовалась в экспозиции музея и в настоящий момент как мы видим вот на базе музея дороги памяти числится уже свыше 34 миллионов записей вот о таких как бы причастных людей что-то обращает на себя внимание то что создатели этой базы и музея дорога памяти во всех своих выступлениях просили людей предоставлять изображение родственников так как портреты участников войны должны были стать собственно главным экспонатом реки времени когда вот река времени которую я показываю на экране вот представляла собой такую интерактивную панель с меняющимися портретами участников войны сопровождаем которая сопровождала посетителя на протяжении всего времени посещения музея то есть такой принцип комплектования база он позволял проводить прямые аналогии с бессмертным полком на который по металлу выражения одного из организаторов получил в музее дорога памяти постоянную дислокацию вот дополняет музейную экспозицию и концепцию всенародной памяти о героях инсталляции транслирующиеся на стены выставочных залов на стенах показывалось вот здесь даже на этой на этой фотографии видно такие знаменитые фотографии военной хроники которые состоят из множества уменьшенных копий электронных портретов взятых из вот реки времени то есть такое использование фотографий по-видимому было призвано донести посетителю мысль о ценности вклада каждого человека в разгром фашизма и победу над врагом но однако очевидно что такое складывание портретов может пониматься и как бы совершенно противоположным образом другим вернее образом показываем ничтожность человеческой жизни на фоне большого исторического полотна наконец важно отметить что база содержит как живых так и погибших на войне как живых и погибших на войне так и умерших после после войны участников то есть эти люди оказывались объединены как бы в одну героическую общность то есть с одной стороны такая цифровка материалов о войне она подавалась как обретение погибших на войне бессмертия но во-вторых река времени в музее дорога памяти ясно указывала о как бы присвоении властями бессмертного полка приписывая приписав его в главном прописав его в главном военном мемориале и лишив тем самым как бы протестного потенциала то есть отныне семейной истории россиян должна была подкреплять легитимность власти и не быть поводом для как бы каких-то дополнительных рефлексий или сомнений с другими словами мертвые герои войны своим присутствием ископления в галереях дороги памяти как бы ну предрешали путь развития страны отсюда и как бы важная метафора дороги в названии музея проекта но и свое место как бы современной российской политики то есть заботящиеся об их памяти власть как бы присваивала право говорить от их имени и определять ценности для живущих и в этом смысле как бы и атеизм и вероисповедание солдат войны они не играли никакой роли в сложившемся благодаря вот музею храму союза так и поцифрованных мертвых и сакральной власти но тот же принцип кстати неразделенности живых от мертвых используется в репрезентации участников как бы войны специально военной операции войны людей которые воевали или воюют в украине то есть на сайте парка как мы видим там есть собственно один раздел который называется зэд где перечислены военные и представители разных родов войск погибшие и живые то есть те которые были награждены органом герой россии то есть они специально не отмечены но вот это вот как бы там выглядит это вот тем таким образом то есть там у некоторых только пока есть фотографии где дальше просто описана но ситуация который совершен подвиг то есть и вот это такое перемещение перемещение как бы и тех людей которые как бы получили ордена остались живы с теми людьми которые как бы погибли во время исполнения вот то есть да и эти люди как бы пока ну по крайней мере пока вот эти погибшие ну герои зэ да они не попадают вот в базу вот этой дороги памяти то есть это совсем получается пока другая история значит вот расквартированное расквартирование бессмертного полка в музее дорога памяти было пожалуй самую впечатляющей идеей музейного комплекса по коммеморации погибших однако наряду с этим в парке происходили и другие весьма как бы интересные ритуалы связанные с коммеморацией то есть это была акция горст памяти организованная 2019 году во время возведения фундамента музея то есть эта акция была призвана соединить в одном месте но всех военных героев погибших на полях сражения в водах морей умерших от тангоспиталях то есть с этой целью 22 июня день памяти и скорби во всех субъектах российской федерации состоялся торжественный ритуал изъятия земли из братских могил которые и забор воды из мест затопления советских кораблей затем вот эту землю и воду помещали помещали такие специальные латунные гильзы как вот на фотографии и затем их доставили в парк патриот где в торжественной обстановке заложили в мемориальные плиты музея дорога памяти прости пожалуйста у тебя буквально пара минуты я знаю я знаю что ты знаешь хорошо но и если как бы закладка капсул в основании музея она прямо отсылала к советскому ритуалу там 70-х годов то акция свеча памяти являлась несомненным новшеством новаторством так история создания этого ритуала начинается с 2009 года когда администрация санкт-петербурга праздновала 65 годовщину полного снятия блокады и предложила горожанам память о жертву блокады поставить в окнах зажженные свечи вот похожим образом тогда же отмечалась акция в москве летом уже 22 июня то есть момент устроительства главного храма вооруженных сил организаторы знали о существовании этого ритуала и поэтому но при планировании дороги памяти предусматривалось например специальное решение позволявший ставить свечу о погибшим за погибшего родственника перед началом просмотра экспозиции предусматривали свечи и памятники даши нам дака то есть вот девятиметровом памятнике матерям победителей которые установлены туда также в двадцатом году ну и все желающие также могут поставить свою свечу внутрь этого монумента этим самым огонь свечи как когда-то вечный огонь да по-прежнему определяет семантику памяти и скорби по погибшим войну но по-прежнему широко используется в ритуалах но в отличие от вечного огня зажигаемый публичных местах и являющийся атрибутом первую очередь советских ритуалов зажение свечи отсылает скорее от семейной личной памяти равно как и церковной традиции и так вот сравнивая то как меняется ритуал этот как бы в течение времени отмечу ли что в парке укажу лишь на то что например с прошлого года для огонь для свечи памяти приносит не сейлахского собора москвы где как это было для 2009 году а впервые велась служба за погибших но как бы этот огонь берется уже из брестской крепости тем самым как бы подчеркивая семантическую связь как бы россии белоруссии заключаем храмовый комплекс при церкви воскресения господня в парке патриот претендует несомненно на новые символические отношения между погибшими героями войны властью и живыми современниками где погибший герой это уже не просто герои прошлого то есть они герои настоящего активно его творцы понятно что и официально православие государства активно эксплуатирует образы прошлых так как выставляют себя в качестве проводников их желание чаяни тем самым миссия живущих как бы оказывается тесно связана вот с фигурой этих с фигурой погибших поэтому у культа погибших крайне важная миссия которая связана не только с коммеморации прошлого сколько с легитимации настоящего именно поэтому и храм и музей вполне как бы дополняют друг друга и тот и другой как бы признает лишь один сценарий как бы для общества да сценарий служения во вторых хотя память хотя место расположения храмом министерства обороны выбиралась весьма произвольно организаторам потребовались усилия чтобы придать этому месту необходимую сакральность с этой целью помимо как бы денежных вложений потребовалась земля с могил неизвестных солдат то есть тем самым как бы настоящие кости и тела как бы придавали аутентичность этому месту и соответственно чтобы этот как бы комплекс воспринимался не только как памятник да но и как бы как храм ну и наконец необходимость музея и памятника при храме посвященные воинству говорит о том что власть не готова отдавать православной церкви право на первую интерпретацию войны на главную интерпретацию войны то есть принимая ценность и форму вековечения в невременной размах тем не менее как бы создаваемые ритуалы и формы остаются по своей сути весьма светскими и рассчитанными ненавоцерковленных зрителей все на этом я закончу и спасибо спасибо большое и я тогда передаю микрофон льву массе и лео который тоже постичь счастливому стечению обстоятельств недавно состоялась презентация его книги по истории архитектуры в том числе церковной архитектуры да где военный храм был рассмотрен совсем другим образом лёва пожалуйста да добрый день дорогие коллеги я вот сейчас думаю как как рассадить сейчас попробую картиночки значит а вот все просто покажу крупные картинки потому что у меня так удобнее чтобы их лучше видели значит мой доклад как раз мне кажется прекрасно дополняет доклад татьяна в отношении того что здесь мы поговорим про визуальность самого храма они его музея и того комплекса которые созданы вокруг него да значит моя главная задача сейчас сначала показать коротко храма указать на его какие-то чтобы их увидели глазами черты и потом подвести некоторые итоги соображения что это все может значить первых недавно совсем уже год назад была построена большая арка перед входом в комплекс которую очень многие не видели не знают таком стиле классицизма который усиливает так сказать триумфальный характер комплекса да сам храм возведен в формах петербургской архитектуры 19 века апеллирует традиции военных не обязательно военных вообще крупных соборных храмов имена петербурга и отчасти русского стиля но его такая самая необычная черта это активное использование металла в облицовке да это очень гордятся создатели про это немного написали что это цвет хаки и военный цвет им это важно и собственно этим он очень отличается и это задает еще одну странную бочерту даже которую видите здесь снаружи это огромное использование стеклянных конструкций в том числе в куполах что является абсолютно новым а не один фактически кроме некоторых не совсем небольших часовен ни один храм россия не имеет вот этого странного перекрытия стеклом которое собственно тоже является предметом большой гордости про это очень много написано организаторами на сайте и разных интервью о том вот эти вот про эти ордена которые цветятся написано что они создают мистическое ощущение неба над москвой в сорок первом году но в первую очередь они конечно создают ощущение вокзал потому что эта архитектура и выставочная и вокзальная до середины 19 века очень характерно когда все гордились достижениями в области металлических конструкций а и вот это противоречие то что у храма есть разные функции оно визуально даже усиленно мы сейчас увидим что может быть на осмысленном уровне не работают но визуально это работает очень сильно и так общее впечатление очень странное то что золотая фигура христа напоминающая части будду и про это некоторые тоже писали в связи с авторством нам дакова она еще висит пространстве ночи и это дает ощущение открытого пространства что мы находимся не внутри храма мы находимся в открытом пространстве это тоже полностью разрушает и нарушает наше привычное восприятие а то есть очень важно отметить что храм совершенно нестандартный да вот эта фигура которую вы хорошо видите дальше напротив нее помещена богоматерь которая сделана по образцу советского плаката совершенно необычной для богоматери фигурой рукой указывающей вниз это абсолютно не стандартная композиция она полностью идентифицируется с плакатом родину мать зовет и соответственно тоже задает вот это очень важно и в принципе принципиально центральную тематику храма это соединение советской образности с православными которые здесь очень последовательно проводится здесь видно что внизу помещены мозаики на которых сверху изображены святы внизу изображены современные или или исторические войны но из 20 века и здесь очень важно отметить что они еще сделаны в абсолютно разных стилях внизу это такой наверху такой довольно засушенный холодный византинизм ну как бы византинизм такой обобщенный русско-византийский некий а внизу это такая вот как здесь например или вот сейчас но других не видно внизу такая типичная советская мозаика в духе импрессионизма 70-х годов вот затем важно что в верхнем храме помещены разные еще вот это изображение разных легендарных событий типа героев панфилов тут из новосознанных легенд и тут как раз некоторые реверации на церковной традиции вот это вот значит рассказ о том что с иконой пристали не облетали москву что точно не соответствует действительно да и помещена еще там матрона московская чтобы усилить вот эту церковную составляющую очень сильный контраст между манерой исполнения такое ощущение что работали разные мастера то есть что ангелов здесь выкладывали одни богородицу другие да очень все перемешано и очень важно что перемешано внутри одной композиции да то есть это не работа что одни сделали одно другие другое надо всем работали люди с очень разными подходами визуально получается крайне резко а знаменитая композиция с крымом где должны были быть это ее эскиз путин и прочие современные и это как вы помните выпало скандал и в результате решили убрать все-таки не идти по этому пути но интересно что она стоит на одном из самых важных мест далее вот как раз образцы мозаики в нижней части такие совершенно советские которые могли быть сделаны советское время и вдруг мы попадаем в нижний храм мы сейчас видели верхний нижний по контрасту сделан совершенно иначе в нем как раз подчеркнуто храмовое начало но при этом тоже намешано очень много раннехристианский подход большая роль паптистерия там два огромных помещения полы которые сделаны в технике опус сектили тут прямо когда его берешь видно что поработали очень хорошо любители византии из мечети амияда в дамаске сделаны золотые мозаики вот такие вокруг дверей если вы понимаете присмотритесь то здесь есть элементы ренессанса вот эти великолепные двери вот эта двойная арка напоминающая очень арки московских собор сделаны сам декор напоминает и венский модерн и русский стиль конце 19 века но и особенно комиссия вполне уместно смотрится вот эти всякие красивые занавески которые там навешаны то есть совершенно ощущение тоже не храмовое такое какое-то копейно-театральное местами местами храмовое и все это конечно усиливает вот это ощущение какой-то дикой смеси и непонятно зачем сделанного сделанных отсылок к огромного количества всего самого разного а вот еще здесь как раз очень хорошо виден венский модерн в которой здесь использованы его мотивы которые сочетаются с мотивами кузнецовских фарпоровых печей которых очень много по разному петербургу и россии и при этом если вы посмотрите налево мозаики сделаны по образцу мечети амияда в дамаске это просто практически точная копия деревьев которые там были сделаны в начале восьмого века другие мозаики в таком очень классическом стиле 12 века византийском огромное количество образцов которые перемешаны и когда мы всматриваемся конечно очевидно что никакого смысла в этом смешении нет то есть что очень мне важно подчеркнуть что это визуальный язык не несет интерпретационного характера да все кто его делал они в принципе не задумывались какие смыслы могут притянуть за собой вот эти разные ассоциации и что из этого может получиться и просто это очевидным образом не волновало как бы поручили там гордостью сообщается что работало более 150 художников мы чистых капелу вручили какой-то кусок и каждый как-то по своему разумению это все изобразил вот пожалуйста из как раз в духе раннекрестьянского туниса только там есть именно такой формы купели в общем вот такой создан ансамбль и теперь да и снаружи еще обращу внимание на скульптурное убранство его сделали салават черпаков и дальше нам таков не везде понятно красотища кому именно принадлежит авторство но он имеет такой неожиданно я бы сказал игривый характер еще один перепад и это ужасно серьезные композиции где-то они такие но прямо я бы сказал развеся как в случае с этим изящным дракончиком которого порождает поражает святой или взятые из китайской традиции драконы которые между прочим помещены прямо сзади на алтарь на ставни которые раскрываются оказывается они должны раскрываться только по свободам после пяти вечера тоже такая необычная черта там собственно помещена огромная икона вскресенье на восточной стене на алтаре такое бывает она закрыта ставнями которые вот и должны открываться в торжественные моменты но мы как бы поскольку когда я там был то я их сам взял открыл сфотографировал и закрыл аккуратненько обратно вот перед вами собственно эти странные очень изображения видите там как бы христос выглядывает на эти ставень опять же очень такой театральный какой-то странный эффект они конечно сразу когда такие две створки из-за которых все видно напоминают дикий запад и вообще совершенно нет ассоциации нет церковная это уже когда вы открыли изображение дьявола тоже такое я бы сказал симпатично веселая и тоже нестандартная и наконец вот этот самый вот это самая такая торжественная большая композиция которую мы видим из-за так собственно хотел просто показать этот набор и теперь поговорим в что это ну как бы что в нем взято по какому принципу и как это могло бы работать да целом конечно когда вы входите в тисдельках нам производит общее впечатление есть оно зловещее милитаристское именно военное такое подавляющее подавляющее милитаристское и не даром один из тех кто писал про храм строили было несколько статей надо сказать сразу любопытно отметить что он сначала противописали несколько раз а потом написать очень мало и в общем в целом мы можем точнее такой центральный объект работают про него пишут мало в нем он мало участвует в общественной жизни в нем не происходит никаких особых событий вот там мелькнул у меня просто неправильно поместил слайд с витражом таким с пересветом это женщина из мариуполя собрали его из кусочков и дома да на такой забыть его привезли буквально на один час осветили увезли обратно то есть вот нету никакой специальной акцентировки его как важного места так вот один из роман шляхтин историк византинист который одним из первых писал про него как раз его назвал храмом будущей войны отметить что там двадцатом году отметить что там как раз на списке конфликтов где участвуют воины там есть полный список включая лаос гемена бог знает что там как раз оставлено большой кусок строчки пустой да понятно что они просто сможете не затянули но символически это так работает но тем не менее когда мы видим в деталях он не складывается ни в какое последовательное и убедительное послание в отличие от того что рассказала татьяна про парк где вот эта система конвеборации выстроена в самом храме она не быстро над словом а во первых еще раз подчеркнем тематический разброд да то есть нижний экран получается напоминает и театр и кафе с гламурными занавесками тут вспоминается как раз вот это тоже подход такой гламуризации и памяти вообще войны да вот про что много говорили в связи с фильмом в окопах сталинграда вышел где все этому предпринял какой-то абсолютно такой нереально комфортно гламурный оттенок и про который даже писали в альковах сталинград а вот буквально эти альковы сталинграда вот они у нас тут под храмом в таком каком-то очень серьезном виде а верх еще сложнее это и и вокзал и выставочный зал да к чему отсылается и музей заодно памятник но еще и капище поскольку все на открытом воздухе да то есть соединяется через визуальный язык очень много смысла другой вопрос что мало кто их считывает и заказчикам вообще все равно как это считать а вот я бы еще раз почерпнул что это все для них не работает да мы вокруг огромный мультимедийный комплекс и например очень примечательно когда вы открываете сайт храма первое что подходит у вас правда написано экскурсии молодожен все это две главных вещи не про служение не про память не про что вот проект теперь про стиль соответственно стиль здесь но целом наверное можно сказать что 19 век доминирует то есть отсылка к империи к ее мощи и подчеркну что это период как бы максимального государственного присутствия в церкви а то есть все церковное здесь отодвинуто на второй план подчеркнуто государственное как некая такая историческая и про это тоже многое писали те кто писал про этот храм и и вообще не только в связи с ним да что выстраивается такая государственная религия где непрерывно развивается история успехов и туда всовывается советская до советской древней так далее вот выстраивается такая линия ну которая собственно не так уж нова для русской традиции ну соответственно отмечу из стилей что участвует раннехристианская участвует амияда в виде ну то есть раннехристианская ранняя византия классическая византия дальше 16 век в виде стандартной иконописи тоже присутствует присутствует австрийский модерн и вообще модерн присутствует середину 19 века со залами присутит историзм присутствует советский плакат советский импрессионизм присутствует гжели интересно что ура нис вот этот который бело-голубой специально в интервью тоже художники отмечали что гжели это наша национальная поэтому сделаны цвета гжели это было специально отметить И, наконец, разные китайские драконы и некоторые такие, ну, близ, скажем так, напоминающие буддизм мотивы. Будем это специально как-то описывать. И, соответственно, тут интересно отметить, когда-то еще писала про эту специфику, в целом писала Юлия Тарапарина, назвав церковную архитектуру России химерической, что берется один кусок из 16 века, другой из 18, третий из 20 и лепится нечто. Да, ну вот здесь это доведено до такого смыслового абсурда. Далее. Лев, прости, пожалуйста, буквально одна минута остается. Хорошо, дальше, значит, цифровой пятишин. Я это назову так, то есть тут примерно 70 мер, которые все символические, начиная там от высоты, которая год рождения князя Владимира, дни войны, количество, например, камней в иконостате, это количество дивизий и так далее. И это тоже очень важно. И туда же присоединяется такой уже чисто физический фетишизм, то есть пол сделан из трофейного немецкого оружия, его туда вплавили, земля привезена из Донбасса, из многих мест вокруг храма. А, например, главная икона написана на дереве лафета, который при Петре I уронили в Неву, достали оттуда и на нем написали икону. Безумная озабоченность вот этой связью материальной. Ну, дальше, собственно, просто нужно указать, что в целом основные ассоциации советские, то есть история досоветская военная здесь очень слабо организована. В целом все вокруг Второй мировой войны, но отчасти включены и новые. Старые, про это как раз уже говорилось. Ну, и в целом можно сказать, что как бы когда визуальный язык перегружен таким количеством разных отсылок, разных символов, он не работает. Мне кажется, что он, правда, здесь не работает никак. Он вызывает, скорее, некоторое удивление. Я не... Иногда какие-то комические эффекты. Вот, пожалуйста, это то, что... Про то, что сейчас говорили, вот где у нее стоит свечка. Знаете, это нельзя не заметить. Это первое, что приходит в голову, когда ты видишь эту скульптуру. Да, ну или когда ты открываешь сайт и видишь вот такое вот после этого, да. Это вот с официального сайта «Создай семью» с ДНГХВС. Да, ты понимаешь, что вот это желание одновременно и гламурного, и извлечь деньги, и патриотизм, и православие, да, вызывает, скорее, эффект часто комический. И, может быть, не случайно, что этот храм не так уж активно сейчас востребован в пропаганде. И вообще работает намного меньше, чем можно было бы ожидать. Спасибо. Лев, спасибо тебе огромное. Сейчас выступит докладчик, докладчица с инициалами по ряду причин. Мы это так и оставим. И я передаю ей микрофон. Скажу, что мой доклад будет как раз вот об этой связи прошлого и настоящего, и о том, что не всё, в общем, новое, а взято из каких-то прошлых тенденций. Вот. Ну, собственно, название, я не буду его озвучивать, поэтому сразу перелистну, постараюсь побыстрее. Мне кажется, перед тем, как мы перейдём к, собственно, разговору об этом тогда и сейчас, нужно разграничить две категории, две группы памятников, которые несколько не связаны между собой. И я у себя в исследованиях обычно делю их таким образом. Есть военные храмы, это те постройки, которые несут мемориальную функцию какую-то. Да, это может быть храм-памятник в честь военных побед, по поводу жертв, по поводу подвигов и прочего. И прочего по поводу поражений, кстати, тоже. И из этого вытекает несколько сразу моментов. Во-первых, такой храм обычно расположен в городе, и чаще всего в крупном, потому что довольно глупо строить большой храм-памятник где-то в глуши. Во-вторых, это, собственно, обычно крупная постройка, и нередко эта постройка становится собором, потому что не каждый город может позволить себе две больших церкви. А собор, он обычно всё-таки довольно большой. А вторая группа — это полковые церкви или полковые храмы. Ну, чтобы не путаться, пусть будут церкви. Это не обязательно отдельно стоящее здание. Вообще, изначально это алтарь переносной, который перевозной, который священники с собой, собственно, возили полковые. И вот на месте остановки, на месте дислокации полка они его раскладывали каким-то образом, либо это заносилось в чьё-то жильё, в чью-то комнату, либо в манеж или в столовую, или в какую-то казарменную постройку, которая была построена уже или существовала до этого. Но с течением времени пытаются делать отдельные храмы. Да, и специфика такой церкви в том, что она обслуживает конкретный полк, ну или бригаду. Бригады, в общем, тоже довольно большие по численности, поэтому бывают церкви у бригад отдельные. И такая церковь находится на месте постоянной дислокации воинского формирования. Полковые церкви обычно довольно маленькие, даже недостаточные по размеру. Ну, это вечные жалобы всех, и священников, и полков, и военнокомандующих округами. Кстати, они тоже могли впоследствии стать собором. Если в населённом пункте не было никакого другого храма, а полк из него ушёл, то церковь могли перевести в статус собора. Иногда это случалось. Важное такое разграничение в моём докладе — это вот как раз вот это «тогда и сейчас», которое я вынесла в доклад. И я, собственно, моя цель — это «тогда и сейчас» несколько заполнить сравнением. Понятно, что теперешний феномен военных храмов и военных церквей — это то, что длится. Это что-то такое ещё не закончившееся, и мы не знаем, куда нас это выведет. Поэтому анализировать — это довольно неблагодарное занятие. В общем, нужна какая-то историческая дистанция, чтобы делать выводы. Но можно позадавать вопросы, можно попытаться провести какие-то линии анализа. Вот этим я попытаюсь сейчас заняться. Мне кажется, здесь две такие тоже. Вообще сегодня всего два у меня в докладе, двоичная система — стиль и идеология. Мне кажется, по этим двум параметрам хорошо сравнивать то, что было раньше, и то, что было сейчас. И поговорим о том, что раньше. Я это знаю лучше, поэтому стоит здесь немножко остановиться. Вообще историю всех вот этих военных соборов и полковых церквей лучше всего вестись 19 века. Это именно тот момент, когда всё приобрело какой-то такой масштаб. Первые такие храмы — это именно вот соборы войсковые. Это тон при Николае I, но когда Николай I умер, в общем, да, тон ушёл так несколько с каких-то офицеров. Провинциальных фронтов, назовём это так. И всё это переместилось в провинциальное строительство, поэтому на этом мы не особенно останавливаемся. Дальше Пальма первенства перешла византийскому стилю, потом русскому. Византийском стиле не так много военных храмов, и это именно храмы, а не полковые церкви в основном. Их там около десяти штук. Самые значимые здесь на слайде — это Авдеев, это Гримм и это Косяков. Как вы понимаете, это всё длилось дольше, чем, собственно, правление Александра II, потом вот вернулись к Косякову. Но здесь надо упомянуть ещё, что у военных храмов нет никаких стилистических особенностей внешне. То есть вы не сможете понять, пока вы не подойдёте, а лучше не зайдёте внутрь, вы не сможете понять, что это именно военный храм. Собственно, сейчас я это подвяжу чуть-чуть, а внизу, внизу русский стиль, здесь несколько разных картинок. Строились и соборы, и церкви разнообразные, их побольше, я их все пока не посчитала, но вот базилик, которых вы в правом нижнем углу экрана видите, по типовому проекту я специально поставила две картинки, чтобы подчеркнуть, что они составляют, в общем, основную массу вот этих построек в русском стиле. Собственно, вот как внутри Владимирской Севастополи, да, там либо захоронения, либо таблички памятные на стенах, либо флаги, либо это всё в сочетании. Всё это как бы наполняет храм военный, военный собор, да, функции как раз комморации. Так, что там дальше? Дальше немножко прокомментирую, собственно, типовой проект, который был разработан в 1901 году, то есть это уже начало 20 века. Была создана специальная комиссия, которая, в общем, военный министр пришёл к выводу, что существование храмов в виде алтарей, да, в виде каких-то совсем не солидных сооружений неблагоприятно сказывается на нравственном облике, скажем так, военных. Поэтому, собственно, была комиссия, был разработан проект. Цель была обеспечить вообще все полки церквями на местах их постоянной дислокации. Конечно, это не получилось. Мы помним историю 20 века, там не так много времени было на эту реализацию, да и денег, в общем, тоже. Разрабатывается типовой проект в Виршбицке, мы по этому типовому проекту всё и, в общем, строится, выбирается для этого русский стиль в его таком довольно лаконичном варианте. И здесь красивый мостик от стиля в сторону идеологии. Почему вообще это было сделано? Зачем? Ну, как бы, для чего? Да, понятно, что первый дискурс — это про православие, это про концепцию христолюбивого воинства, да, что, вот, собственно, солдатам надо где-то молиться. Ну, в принципе, как бы религиозность была куда выше, чем сейчас. А второе, и куда более важное, которое как бы не так сильно афишируется в документах, но на самом деле постоянно вылезает, — это имперская идеология, да, это идея империи. В общем, храмы эти строились практически всегда, в большинстве своём. На иноверческих территориях, которые принадлежали Российской империи, да, это могли быть, там, Прибалтика, не знаю, там, Туркменистан, Узбекистан, вот это всё, что входило в состав Российской империи, это всегда ставилось в первую очередь. Эти храмы всегда поднимались с мете на порядок выше, чем те, которые, например, в Москве есть такая базилика или где-то внутри империи. То есть, по сути, она служила таким маркером имперского присутствия, да, то есть таким присвоением территории, если хотите, ну, вот это всё, империя, вот она здесь. Храм построили, православие тоже где-то рядом. Что происходит сейчас? Да, Лев уже сказал про химерическую эклектику. Мне очень нравится этот термин. В современном храмостроении, мне кажется, он прямо отлично всё описывает. То есть архитекторы часто довольно бездумно, часто не очень творческие или вообще не творческие. Сочетают элементы построек. Да, эта картинка тоже из статьи, тоже, мне кажется, очень она удачная. Разных постройок, просто собирая конструктор лего без каких-то прям... Без понимания того, что они заимствуют, откуда они заимствуют и почему именно это они заимствуют. Это очень грустно. Современные храмовые постройки я не буду вам показывать. Вот могло бы быть так, это мой любимый пример, да, но у нас такого, к сожалению, нет. Но посмотрим на военные, и здесь, казалось бы, вообще была какая-то у меня, честно говоря, идея, что всё получше, и вся ситуация там как-то поживлённее и пободрее. Ну, во-первых, их не так много мне попалось, этих военных храмов, которые строятся. Во-вторых, они все не совсем убогие. Простите мне эту лексику. Во-вторых, какая-то часть из них довольно значительная, недостроенная. Почему-то вдруг какие-то проблемы возникают, они там остаются на уровне, я не знаю, стен. Некоторые достраиваются, перекрываются, и не храмом становятся, как вот этот храм в Новороссийске, а неким культурным центром, то есть не освещается, и это дело не доводится до конца. Короче, что-то вот кроме храма вооружённых сил, про который говорили предыдущие два докладчика, каких-то таких прямо суперпримеров, может быть, просто я была не очень внимательна, но мне не попалось, и это вызывает определённые вопросы. Вообще вопрос один, конечно, и он формулируется довольно просто. А в чём, собственно, проблема? И хочется так всё это оставить и даже не пытаться на это отвечать, но мы попробуем. Во-первых, понятно, что прерывание традиции храмостроения довольно сильно сказывается на архитекторах, а то, что касается военных храмов, то здесь ещё проблема в том, что не только строят новое, но и восстанавливают старое, то, что было разрушено советской властью, по старым проектам пытаются как-то построить, часто на новом месте, почему-то всё это выглядит как будто бы хуже, чем оно выглядело раньше, может быть, из-за материалов, может быть, ещё из-за чего-то. Ну и вот вопросы, которые возникают, это что, какая-то проблема с деньгами, с финансированием, с какими-то другими ресурсами, почему так всё грустно в военном храмостроении, не очень понятно. В идеологии тоже есть определённые точки напряжения. Во-первых, прерывание традиций, которое я уже сказала. Советская власть — это не просто прерывание традиций, но это ещё и атеизм. И это тоже очень сложно обыгрывать, при том, что, например, да, Великая Отечественная война. Это, в общем, победа такая значимая для русского оружия, очень смысловая, очень нагруженная, да. Но как будто бы вот как-то сложно совместить и то, что оно было при советской власти, и как-то вот её и нельзя выкинуть, потому что если вы строите военный храм, то вы его строите для военных, и для них это как бы очень важно. Отсюда возникают всякие разнообразные фрески, иконы со Сталинами, Ленинами и прочими прекрасными персонажами. То же, что в Храме Вооружённых Сил, а вот это на слайде мозаика из базилики Вишбицкого как раз в Москве, в Сокольниках. Она там недавно появилась, я была там пять лет назад, её там не было, но мой друг туда сходил не так давно, и вот она там. Это его фотография, на его имя я тоже не указываю просто на всякий случай. И теперь, любимая моя часть, это полковые храмы. Сейчас, да, в теперешнем военном конфликте. В теперешней войне. О чём, мне кажется, важным здесь упомянуть, да, всё-таки это пока что нельзя это сравнивать с Вишбицким, да, и с его постройками, говорить, вот тогда были храмы, а сейчас землянки, какие-то палатки надувные, сарайчики, и, значит, вот эти перевозные вагоны. Прекрасная вот эта вот картинка, просто тяжело. Да, нельзя это сравнивать, потому что в 19 веке всё-таки по-другому несколько всё это происходило, да, и политика в основном состояла из военных конфликтов, особенно учитывая, что Россия — это Российская империя, там всякие движения национальные, соответственно, постоянные конфликты, соответственно, полки постоянно перемещались по территории империи, если один полк ушёл, то, значит, второй придёт на его место. Собственно, военная служба была куда более, наверное, активным мероприятием, чем сейчас, и не было никакого ощущения, что это вот когда-то закончится, поэтому строились каменные здания, потому что всё это, в общем, должно было быть надолго. Теперешняя война, в общем, затевалась, как «пришёл, увидел, победил», да, была идея, что вот как бы всё это очень быстро сейчас закончится, и хотя оно не закончилось, идея такая всё ещё как будто бы витает в воздухе, хотя население довольно, сильно недовольно тем, что всё это не заканчивается, если сейчас строить какой-то каменный храм где-то, то это только подчеркнёт, что, в общем, всё, мы завязли, и, в общем, нет надежды выйти из этого поскорее, что, мне кажется, нежелательное, нежелательное напряжение. Поэтому сейчас всё это выглядит вот так, как это выглядит, строится это, делается это, это не архитектура, в прямом смысле слова, силами неких волонтёров, да, самих бойцов, как пишут, да, всяких там Иркутская Академия Живописи Военнее Изучество принимала участие в каких-то там иконостасах и чём-то таком, но, конечно, всё это не так функционально, как это было раньше, потому что как будто бы всякие показывают там видео, я посмотрела все эти видео, только вот на этой картинке справа внизу есть какое-то ощущение, что там хоть несколько человек пришло на службу, и какая-то реальная служба имеет место, во всех остальных случаях всё это стоит какое-то довольно одинокое и убогое, и как будто бы оно такое не совсем понятно для чего нужное, я ожидала, что будет больше сообщений про какие-то такие храмы, но вот их пять, по-моему, я поставила на слайд четыре, пять, просто не влез, но он несущественен, честно говоря, вот, это тоже удивительный вообще результат, я думала, что будет как-то всё пошустрее, уже заканчиваю. Вот, ну и, собственно, выводы мои такие, тогда, да, тогда это большой девятнадцатый век, там существовал, ну, допустим, византийский русский стиль, да, отсечём тона, ну, держим его в голове, всё это базировалось на православии, во-первых, на высокой религиозности людей, и во-вторых, но то, что спускалось сверху, да, из администрации, собственно, воплощение имперской идеи, а сейчас мы имеем то, что мы имеем, возвращение к стилям, которые мертвы, во-первых, потому что стилистика устарела с точки зрения архитектурной, во-вторых, потому что эти стили опирались очень сильно, и русский, византийский стиль зависели именно от идеологии, да, от какого-то такого национального, всего такого, то, что сейчас тоже уже неактуально и тоже, в общем, мертво. Нет ни империи, нет ни православия на том уровне, на котором оно было, и все это мертвое на мертвом получается хемерическая эклектика. В общем, большое спасибо. Спасибо. Татьяна Крихтова нам представит нам представит свой сюжет, полевой сюжет, сразу спойлер, именно о том, что делается внутри храмов, как раз вот то, о чем вы сейчас говорили, да, пока не зайдешь в интерьер, не поймешь, что это военный храм. Спасибо. Таня, передаю вам микрофон. Значит, к сожалению, то, о чем я буду рассказывать сегодня, я могу представить только вот в виде доклада на конференции, потому что особенности проекта, то, что это проект коллективный, то, что он вообще выполнялся по президентскому гранту, не дают возможность как-то это все опубликовать, но вот я очень рада, что есть возможность вообще об этом поговорить. Значит, то, о чем я сегодня рассказываю, это было полевое исследование, сделанное в ходе проекта «Живое сообщество», который вот он сейчас заканчивается, длился он два с половиной года, то есть он начался еще до начала войны, и, собственно, на начало войны мы встретили непосредственно находясь в полевых условиях. Главная идея проекта была изучить, как православные приходы формируют местное сообщество, то есть это такое вот социальное направленность, мы хотели посмотреть, что вообще храмы делают против себя, какая там благотворительность, какая там работа с молодежью, какие там вообще есть сообщества внутри. И, естественно, так вот это, наверное, стоит логичнее, поскольку мы оказались прямо 24 февраля в поле, в городе Тверь, у нас получилось, ну вот у меня, по моим ощущениям, получилось сделать несколько этапов того, что мы видели в православных приходах в зависимости от стадии вообще происходящего. Понятно, что есть, все очень сильно зависит от региона, в котором все происходило, но в Воронежской области все принимают совершенно не так, как в Сибири, но первые вот два дня, пока мы еще были там, очень сильно люди поделились на тех, у которых был страх, депрессия, ужас от происходящего, и те, у кого была эйфория, которые собирались отмечать грядущую Пасху в Киево-Печорской лавре, ну, в общем, очень сильные эмоции. Когда мы приехали в следующий раз, в апреле 22-го года, война воспринималась как какое-то стихийное бедствие, потому что ехало много беженцев, вот прям люди из Мариуполя приезжали вот прям при нас, и не было ощущения, что эти люди спасаются от какого-то большого зла, от какой-то беды. Беда эта не акцентировалась, но было похоже, что вот как будто бы они там от какого-нибудь землетрясения спасаются. Нам в храмах показывали комнатки полностью запасные, выполненные вещами, которые жители соседних домов сразу же понесли в храмы, как только все началось, чтобы вот беженцам это передать. Ну, плюс эти беженцы еще активно жили, находились где-то в местных ПВР, священники туда ходили, и вот было ощущение, что это статовременное и быстро закончится, а мы сейчас этим людям поможем. Дальше был период мобилизации, тогда у нас был небольшой перерыв в полевых исследованиях, но, как нам рассказывают, это был момент подъема прихода, когда туда приходило очень много людей, церковные лапки полностью вообще скупались, все крестились, свенчались. Было вот такое вот, что там где-то месяц церкви были очень популярны, но, естественно, что с сожалением об этом уже вот год назад говорили, о том, что церковный период достаточно быстро закончился, и сейчас почти во всех храмах происходят молебны о войнах, но мне кажется, что они не очень популярны. То есть, да, кто-то приходит, но скорее это такие вот мероприятия пустые. И то, что мы видели сейчас, это восприятие войны как неизбежность, общее дело, то, ради чего мы сплочаемся. Люди, которые хоть немножко следят за тем, что происходит сегодня в церкви, наверняка слышали про огромное количество вещей, которые делают своими руками прихожане разных храмов. Вот здесь две левые картинки, они просто из интернета. Это окопные свечи, которые льют просто в невообразимых количествах, даже из Хабаровска на самолетах их везут вот туда вот, с западным границам. Носилки. Носилки – это более централизованный проект. Это проект называется «Крылья ангела». То есть, если свечи могут лить кто угодно, то носилки – это вот как бы более-менее организованные. И картинка справа – это моя картинка из поля. Это Маворонежская область и осенью наблюдали огромный такой центр подготовки стерильных салфеток. То есть, при нас там работало человек 20, еще 10 просто приходило, приносило эти салфетки, которые идут домой. Просто меня поразило вообще количество того, сколько этих салфеток надо. Но я хотела рассказать о конкретном сюжете и то, что мы увидели в Хабаровске. Это все происходило летом 23-го года. В Хабаровске мы посетили пять храмов и увидели там то, чего не видели в других регионах. Это таблички, которые приходы ставили своим прихожанам вот в гусяной территории. Здесь одна табличка, вот как она выглядит. Вот тут видите, свечной ящик, записочки, и сверху висит табличка, на которой написан вот этот вот текст, и перечислены люди, которые погибли на войне. Вот ее начало. Причем это люди, в основном, дети или мужья, активных прихожан. И как человек попадает на эту табличку, его родственники просят его туда поместить. Это как бы такая инициатива подчленов семьи. Что еще можно сказать про таблички? Они делаются на деньги прихода или на деньги какого-то одного небедного человека в прихода. Нам не смогли объяснить, с какого храма это все началось, кто вообще сказал, вот как-то вот так было. Ну, делаем, делаем. Как будто бы они там хабаровские считают, что это вот везде-то. В каждом храме в России есть такая табличка. Но это не так. На табличках все имена, и там всегда было место для новых имен. Священник нас всегда подводил свои таблички, показывал, говорил, что вот мы стараемся, вот мы помним. И я потом искала какие-то новости про эти таблички. Даже в группах на сайтах этих приходов, даже с учетом того, что там очень много каких-то милитаристических новостей, очень много поддержки войны, там нет новостей про таблички. Они как бы вообще вне информационного поля, но все прихожане про них знают. А при этом мы пытались понять, есть ли вообще что-то еще. Например, проводят ли какой-то вечер памяти этого человека, когда его имя помещают на табличку. Не проводят. Просто вот табличка, на ней что-то написали. И как видим, вот еще раз, на ней нет символов текущей войны, и нет вообще никакого упоминания. То есть вот какая-то специальная военная операция за веру и отечество. А что, собственно, происходит? То есть ни георгиевский клиент, ни чего-то еще такого. Вот как бы просто память об этих людях. И, естественно, хочется сравнить эти таблички с теми, которые устанавливаются в городах государства. Вот здесь четыре таблички, пример. Но что мы про них можем сказать? А, вот еще, что меня удивило, я когда готовилась к докладу, шаг в сторону, что в Украине таблички выглядят вообще точно так же, как в России. Просто, что если тут не смотрел текст по-украински, то даже не понимаешь, где вообще табличку поставили. Просто, видимо, эти визуальные паттерны, они настолько сильны, что до сих пор они никуда не делись. В чем разница? Значит, на храмовых табличках все вместе, никто не выделяется, там пишется только имя, об этом не говорится, нет никакого события. Государственные же таблички, они ставятся или по инициативе города, или по инициативе военно-исторического общества, или если табличка ставится в школе, она ставится вот за деньги школы. Они всегда индивидуальны, то есть там есть лицо, мы видим, что это за человек, про него бывает написано что-то еще или какая-то там емкая фраза, которая как-то вот в его память. Про таблички очень много новостей, если начинать искать, то можно про любой регион узнать, что вот табличка поставлена. То есть это всегда событие, это важно, и это как-то связано с жизнью человека. При том, что храм не всегда связан. Просто вот такая вот женщина у нас в храме 20 лет, и вот почтим память ее мужа таким образом. И, естественно, возникает вопрос, почему Хабаровск, что вообще особенного такого в этом месте. В Хабаровске около 15 храмов там называли разное число, и вот на сравнении в Переславле-Залесском столько же храмов, при этом в Переславле-Залеске сильно меньше. Большинство храмов новые, там один, по-моему, исторический храм здесь в центре, остальные построены вот там в последние 30 лет, и они выглядят в городе так достаточно сиротливо. То есть их как-то вот так вот устроены, и даже не давали места для того, чтобы там прихожане на лавочке собирались. То есть они вроде как внутри городской среды, но нету места для какого-то церковного дворика. До ковида основной вообще, ну, одна из основных функций православных храмов в Хабаровске была в том, что туда китайцы приходили как в туристический объект. То есть они туда приходили в туристический автобус, купали там крестики, иконки, и они там были очень популярны. И еще вот мне показалось, по моему субъективному ощущению, там очень сплоченная такая вот православная комьюнити, не только внутри храмов, но люди хорошо знают других прихожат. Там есть такое, что один священец служит в нескольких приходах, и как-то вот все очень сильно связаны, гораздо больше, чем в городах такого же размера в другой части России. Вот как-то там так сложилось. То есть православных там при этом мало. Там в храм приходит не очень много людей, они все знают, но такая вот теплая христианская община. При этом какой-то истории христианской там нет. она совсем скудная. Она там вся в основном создавалась последние 30 лет. И получается, что мемориализация прихожан или родственников прихожан этого храма это такое дело ближнего круга. Это придает приходу некоторую семейственность и историю этого места. То есть храмы они на пустом месте начали строить, у них нет истории. А ставя в этом храме табличку, храм как бы эту историю себе приобретает. И он получает немножко своих небесных заступников. Вот этих вот людей, которые погибли в этой войне в последние годы. И приход становится таким местом памяти папьеру Нора. То есть приход это уже не просто место, где мы молимся, это еще какое-то место нашей общей истории. Но парадокс в том, что память мы храним в периоде, который еще не кончится. И получается люди, которые попали на эту табличку, они, возможно, еще при жизни эту табличку видели, потом они пошли на войну, погибли там и в нее попали. И эти таблички, они гораздо более похожи на не на таблички, которые ставят сейчас, а вот на такие таблички, которые ставят например в организациях. Вот это я нашла в МГУ стоит такая, вот в старом здании Европейского университета тоже была табличка о погибших во Второй мировой войне сотрудниках институции, которая там была до этого, и на вот эти деревенские памятники. Наверное, первая ассоциация, когда в совсем маленьком населенном пункте ставят памятники, перечисляют всех погибших родственников, то есть вот это такое укоренение на местности. но я стала думать о том, было ли что-то такое в российских храмах до этого, ну, например, во время Чеченской войны, ничего подобного не происходило. Но, опять-таки, в нашем поле, вот в Переславле-Залевском, мы были весной, мы увидели аналог прям конкретный, но такой гипернизированный. это храм Александра Невского, военный, который считается и Переславль-Залевский, это вот такой вот старинный русский город, где огромное число старых храмов, но там есть военный храм, который находится не в центре, он находится в таком небольшом военном парке, где стоит военная техника, и вот если вы присмотритесь, он весь собой представляет табличку. Он был построен в начале 90-х, и, видимо, это такая память о людях, погибших в Афганистане, то есть это вот прям храм-табличка целиком, и, естественно, в нем новые имена наносятся, там очень много имен людей, погибших, вот, видимо, в Ярославской области, то есть память вот в таком виде, но, наверное, самое парадоксальное, что настоятель вот этого конкретного храма, он оказался вообще наиболее миролюбивым, то есть он, ну, там, из всех священников, он был единственным, но он, наверное, самые такие выражал очень аккуратно мысли, которые не поддерживали войну, он говорил о том, что, ну, зачем эти свечи, храм вообще для другого, они поддерживают беженцев, но такого милитаризма вот конкретно в этом храме не было, это тоже такой немножко парадокс, и таким образом, конечно, церковь поддерживает войну, и очень много священников туда ездит, для них тоже часть личной истории, даже если они сами туда не ездили, то туда ездят как друзья, и они не могут это не поддерживать, ну, при том, что, конечно, были те, кто там говорили, что главное в приходе молиться, но вот прям конкретно таких пацифистских взглядов не высказывал никто, но, видимо, потому что еще в нас немножко видели таких представителей церкови, церковной администрации, при этом разные отношения внутри, и эти таблички в храме это не отрицание, конечно, но попытка создать другую военную поездку, сделать войну не глобальным событием, не вот таким общероссийским поводом, а историей своей небольшой общины, которая вот такая небольшая семья, в том месте, где истории у церквей пока нет. Вот, я на этом заканчиваю, и готова к обсуждениям не только сейчас. Таня, спасибо, и спасибо за этот, да, такой материал, очень свежий, очень живой, и за его интерпретацию. Я передам микрофон Жанне Корминой, дискуссанту, на этой секции. Спасибо, Ольга. Знаешь, я думаю, а может быть, если есть вопросы, может быть, мы вместо того, чтобы слушать мои соображения о прослушанном, дадим возможность обсудить всем желающим это? Будет, мне кажется, просто продуктивнее? Как думаешь? Ну, для начала можно так, да, и я попрошу по мере разговора тоже писать вопросы в чат, и вопросы я тогда буду озвучивать, да, а тут некоторые еще и мои собственные вопросы, наверное. Я могу начать, если хочешь, да, то есть я могу задать, например, один вопрос, там, да, или какое-то соображение, чтобы вот разогнаться. Давай? Да, давай тогда мы так начнем. Сначала ты задаешь вопрос, да, потом я озвучиваю те, которые есть. Отлично, спасибо. Во-первых, большое спасибо, что позвали комментировать секцию. Мне кажется, получилось очень интересно. У нас было три доклада про военные храмы, два прямо про один храмовый комплекс и был один доклад человека, который заходил в храм внутрь. То есть мы получили такой очень объемный рассказ о том, что происходит с храмовым пространством, с его интерьерами, с людьми, которые в него входят и с тем, откуда эти самые интерьеры берутся и что вокруг них существует, о чем говорила Татьяна. И я бы задала такой вопрос, наверное, вот общий. Это вопрос о том, откуда что берется. Мы понимаем, что культурные формы, которые мы сейчас обнаруживаем, не берутся из воздуха. Ольга, ты начала с этого, на самом деле, сегодняшнюю вот эту секцию. Это какие-то форматы переработанные, приспособленные к новым обстоятельствам, откуда-то взятые. от каких-то форматов принципиально отказываются, и это всегда поступок, а какие-то принимают осознанно или случайным образом. И здесь возникает как раз вопрос, Таня, к тебе, например, вопрос о том, на какие, как ты думаешь, форматы музейной работы, очень довольно хорошо развитые, в том числе на территории и в России, ориентировались те, кто создавали вот эту о леве памяти и вот всю вот эту самую красоту. Один вопрос, а другой вопрос потребителей этой памяти, что они с ней вообще делают и откуда эти потребители берутся. К льву у меня был такой вопрос про, немножко связанный с вопросом к нашему анонимному докладчику тоже. Вот совершенно поразительная история о том, насколько это восхитительный и безобразный храм. Это какая-то гиперэклектика, которая совершенно поражает и это храм, в котором есть идеологические какие-то идеологические составляющие, мы можем критиковать и смеяться, но на самом деле мощная идеология, как вы верно сказали, Лев, работает тогда как этот цельный нарратив. Когда это эклектично, это означает, что у этого места нет хозяина. На самом деле я наблюдала свои собственные практики, когда строились новые храмы, когда было больше денег, когда меньше денег, это более удачно, менее удачно, но люди, которые, всегда были какие-то люди, которые участвовали в обсуждении концепции и реализации концепции художественного обрамления храма. А что здесь? Как принимается решение о том, чем будут заполнены те или иные пространства внутри этого храма? Есть вообще какая-то процедура принятия этих самых эстетических решений? и вообще у меня есть такое ощущение, что этот храм стоящий нигде, он ничей, там нет прихода и никогда не будет, потому что он по-другому строен, что это как раз такая, и все эти собранные в музее псевдореликвии, но такие псевдомощи, это какая-то, это не пустой знак, конечно, нет, но это знак не до конца понятно чего, это такое место, которому никто не чувствует настоящей принадлежности, и никто не его хозяин, и здесь я заканчиваю, что я обещала, долго не буду говорить, к нашему анонимному выступающему вопрос такой, вот у вас, конечно, очень такой нормативный подход к происходящему, то есть у вас есть представление о том, какой должен быть хороший храм, но вопрос такой, если люди такие храмы строят тем или иным образом, мы не говорим про храм вот в Подмосковье, а про другие храмы, и выбирают традиционную стилистику, почему они это делают, у них, наверное, есть какая-то идея, правда, у них же есть какой-то выбор, почему им это нравится, почему им кажется это правильным решением, и Таня Крихтова, большое спасибо за то, что вы вообще занимаетесь полевой работой, я восхищена и исполнена белой зависти на самом деле, но к вам тоже вопрос, даже такое, знаете, скорее соображение вот такого порядка, вот смотрите, есть такие рассуждения касательно в том числе вот этого храма в Подмосковье, военного, что религия стала ненастоящей, духовность ушла, это просто гражданская религия, когда религиозный символ используется в политических целях, значит, сгребем там с каждого места, где братские могилы, сюда все свезем, сделаем эти самые крупицы земли с братской могилы и нелокальными, то есть ничьими, опять же, у которых не будет потом, когда некому, собственно, приходить, но зато это будет такой государственный культ, ладно. Смотрите, что происходит, такие очень разные тенденции. Одно дело, вот в вашем случае, когда в храме вешают таблички только родственникам, прихожам, и совсем другое дело, другая тенденция. Я вспоминала сразу же храмы Европы, конечно, где в любом храме католическом ты обнаруживаешь вот эти вот списки погибших в Первом мировой войну, во Втором мировой войну, но не прихожан, а людей, которые жили в этом городе или которые жили в этом приходе. И то есть это вот то, о чем рассказываете вы, это такой принципиальный отказ от включения в гражданскую повестку. Это мы православные, мы отделены от остального мира. В общем, вот это вот вот эти мои такие соображения о таком, о вывеске, да, и реальности, об эклектике, эстетическом выборе и идеологии, которая за ней стоит. Это вот то, собственно, что я услышала в сегодняшней секции. Прошу прощения за шероховатые комментарии. Я больше не буду говорить, как обещала. Спасибо большое всем за доклады, за вашу работу. Это здорово. Ну что, ваши ответы, коллеги? Да. Оля, рули, у меня было чуть больше времени подготовиться, поэтому могу как бы сказать побыстрее, надеюсь. И как бы скажу две вещи. То есть, во-первых, мне тоже было страшно интересно и приятно услышать доклады коллег. и мне кажется, что, ну, будучи одним из редакторов журнала «Лабораториум», у меня есть идея, возможно, как предложение, то есть, можем ли мы сделать, например, своего рода блок материалов по материалам вот нашей панели, потому что, мне кажется, что это очень новый, интересный материал, который, я уверена, что будет интересно как бы и для читателей, людей, которые занимаются разными как бы социальными исследованиями, поэтому вот я предлагаю подумать. Отвечая на вопрос, на твой вопрос, Жанна, спасибо большое о том, собственно, откуда растут ноги, но тут, в общем, меня-то тоже очень интересовало, то есть, однозначно, тут одно, что, ну, во-первых, как бы одним из архитекторов вот этого храмового комплекса, я не могу точно сказать, как бы изначально входил ли как бы изначально вот этот как бы Дорога памяти в саму как бы идею, подозреваясь, что да, был Дмитрий Смирнов, то есть человек, который разрабатывал концепцию, его агентство разрабатывало, строило храм новомучеников на Лубянке, и это человек, который создавал Россия, моя история, то есть это, в общем, как бы изначально задумывался как весьма, ну, претенциозный и такой идеологически, как сказать, ну, разработанный, да, проект, то есть он с самого начала претендовал на такую вот как бы особенную роль, да, такого как бы первенствующего, не знаю, задающего стиль, да, в изображении, в историческом изображении этого проекта и так далее, по поводу того, как бы, что это все, во все, во что это все получилось, то есть я подозреваю, и это немножко, может быть, переключается, перекликается с вопросом, который ты задала, Льву, о том, как бы, как происходило согласование вот этих, как бы, символов, то есть я знаю, немножко следя, как бы, по публикациям с разных сторон, то есть была создана комиссия в Министерстве обороны, которая занималась вот организацией строительства, и была, была, соответственно, комиссия от московского патриархата, то есть и было несколько встреч, к сожалению, материалы этих встреч не выкладывались, но то, что там эти встречи происходили регулярно для того, чтобы как бы обосновать, выбор той или иной символики, или как бы показать один проект другому, в общем, эти два ведомства реально как бы должны, или по крайней мере формально работали вместе над созданием какого-то общего, общих вещей, хотя, в общем, скажу еще занятную вещь, то есть если посмотреть на образы, но внутри этого храма, то есть там, по-моему, только три как бы образа, которые не имеют оружия, то есть такое ощущение, что выбор вот, собственно, икон и как бы фресок, которые выбирались, то есть они были, ну, весьма, так сказать, ну, не по значению вот этих как бы образов святых, которых изображают на стенах, а по их вооруженности, в общем, это было, конечно, вообще удивительным образом, так сказать, такая, такая особенность, вот, по поводу наполнения вот этого храма, как бы идеологического наполнения музея дороги памяти, то есть это делали военные историки, причем так как бы и среди историков тоже есть, историков войны есть тоже очень разные, так сказать, группы и институты, вот, и это было отдано на откуп именно военным историкам, поэтому вот там, по-моему, в 2021 году была попытка, ну, вот как бы, когда раскручивали этот музей, в Ютьюбе, кстати, лежат ролики с экскурсиями вот из этого музея, когда приглашали разных экспертов, которые проводили экскурсию, и там 15-минутные ролики, людей, которые проводили, ну, и там показывали, что внутри, рассказывали какую-то историю, и с этим была большая проблема, потому что, в принципе, нарратив в этом музее, он, ну, такой, как бы, очень привычный уху советского человека про, как бы, победы, военные кампании, так сказать, передвижение войск, количество войск, живые потери, ну, и так далее, то есть там нет социальной истории, то есть даже там, не знаю, в каких-то таких сюжетах, как там блокада Ленинграда или Мейза Сталинграда, то есть там есть, ну, как бы, такие мультимедийные, так сказать, попытки выживания в эту ситуацию, но это очень, как бы, очень военная история, и более того, там совершенно нет, например, рассказов о, или там, как бы, изображения того, что делала, например, церковь во время войны, то есть, что, в общем, кажется, ну, как бы, очень контрастно, учитывая, что вот этот храм совсем рядом, то есть это очень светский, очень такой, ну, как бы, я бы сказала, очень несовременный, даже с точки зрения, не знаю, какой-то социальной науки, такой вот нарратив о войне, который теоретически, вроде как, не должен был просто никого, как бы, не смущать, свою, ну, как бы, историю войны, вот, на этом я заканчиваю, оставляю время для других, но еще раз спасибо большое за вопрос. учитывая, что у нас 10 минут, уже 9 остается. Да, коротко скажу, собственно, очень интересно, как раз дополнить, мне кажется, что Роман Шляхтин написал, что это храм военного сословия, возможно, это важное наблюдение, именно на чем вы, Татьяна, закончили, что это представление военных о войне, вот действительно, во-первых, должно быть визуально очень всего много военного, все должно быть такое тяжеловесное и мрачное, в принципе, если взять, посмотреть, как проведены разные идеи внутри храма, если мы смотрим не на визуальный язык, а на нарратив, то они более последовательные, там везде как бы святые, которые помогают военным в разные ситуации, церковь, там прекрасно, значит, сбоку припеку, там, например, на входе вот этой истории с Матроной, с крестным входом в блокадном Ленинграде и так далее, там они есть, а то, что визуально язык абсолютно в разнобой, да, то есть темы подобраны скорее последовательные, видимо, это действительно чисто военный заказ, очень не церковный, а то, что визуально это все разбиралось, это уже тип работы, просто это я знаю через, у меня трое знакомых делали там мозаики и фрески, просто все хватали дорогие заказы, все обсеринулись, каждый своему что-то пропихивает, все распихали, кто-то очень талантливый сделал хорошо, кто-то плохо, и получилось бог знает что в целом, вот мне кажется, это как бы про вот эту странное противоречие между довольно четким посылом смысловым и разваливающимся визуальным языком. Простите, коллеги, можно я еще влезу и добавлю, пока вот Лев только договорил, да, это из вопросов, некоторая выжимка. Один вопрос касается, ну, отсылок визуальных к католической традиции, потому что вот двери, ставни, которые ты показывал, да, которые ты самовольно открыл и закрыл, в принципе, это отсылка к работе манцу изображением ежиков на самых новых дверях храма Святого Петра в Риме. Вот. То есть вот до таких, даже не иконографических отсылок, вот отсылки к традиции. Второе, это Даша Намдаков, который, понятно, как и почему он получил заказ, но один из подходов Намдакова связан с тем, что он акцентирует шаманские практики, шаманские образы, и вообще инфернальные образы. Собственно, да, и это его стиль, его авторская узнаваемая подпись. И в этом... Да, на него даже набросилась православная общественность, там, например, в русском. Правильно набросилась. Там очень жесткая такая, значит, критика, вот именно его вообще участие и присутствие в этом проекту. Правильно, совершенно набросились в этом смысле. Это очень узнаваемое, причем именно даже не просто шаманское, подчеркнутые инфернальные формы такие, да, ктулху, не ктулху, ну, что-то в этом роде. Вот, и в этом смысле вот эта вот, да, отсылка от католической до шаманской инфернальной, они вполне вписываются, видимо, тоже, да, вот в эту идею храма военных и не военного храма. Как бы идея ничего-то такого устрашающего, да. Я думаю, что здесь детали никто не продумывал, и заказчики этого не понимают совсем, и, в общем, я думаю, что там таков делают, привык, это уже не специально задумывается, да, про католицизм, мне кажется, все-таки это, я не уверен, что это присутствует, как идея, но, тем не менее, я думаю, что вот общая атмосфера устрашения, она очень важна здесь. А, то есть это работает тоже на атмосферу. Я бы так это истолковал, да, мне кажется, что не стоит ожидать тут, ну, вот, продуманности в детстве, тут точно нет, каждый куда-то в свое лезет, и тоже кто-то интуитивно, кто-то сознательно, тут пойди догадайся, а то их узнавать у каждого конкретно, что он имел. Ну, на татуировке вообще все это похоже, декор храма. Спасибо, Лев, большое, все, я больше времени не занимаю и передаю, да, дальше микрофон для ответа Жане анонимному выступающему, анонимный выступающий, если в фемини-тиве. Выступающая я, анонимная, но за это тоже можно быть наказанным. Да, спасибо большое за вопрос, он, правда, не совсем по адресу, мне кажется, все-таки религиозное как религиозное и религиозное как искусство, это несколько разные вещи, я не могу сказать, почему люди выбирают то, что они выбирают, ровно как я никогда не пойму, как можно фрески 17 века записать современной какой-нибудь росписью, потому что она яркая и красивая. Не знаю, возможно, люди выбирают такую стилистику, потому что никакой другой они просто не видят, и что видят, то и просят у архитекторов. А вот почему архитекторы строят сейчас так, как они строят, это большой вопрос, на который у меня тоже нет ответа. и это, наверное, даже больший вопрос, чем про людей, почему архитекторы не пытаются никак развивать храмовую архитектуру и не стремятся никуда вперёд. Вот это совсем странно. Мне кажется, это весь комментарий, который я, в общем, могу дать. Может, потому что православие — это традиция, понимаете? Ну, слушайте, католицизм — это тоже традиция, ну и что? Не мешает же им строить какие-то храмы, там вот то, что я показывала, да, там немножко готики, но это всё-таки брутализм, да, и все традиции развиваются, почему-то только наша кристаллизуется и медленно умирает, в общем. Ещё индуизм не очень развивается, мне кажется, они с православием очень похожи здесь, да, это именно желание ни в коем случае ничего не изменить, как бы, мне кажется, развиваться для православия. Это ужас, это кошмар ночной, да, страшный сон развития, да, должно всё быть без развития. То есть всё вечно. Коллеги, простите, Бога ради. Лев, прости, пожалуйста. Значит, я перед тем, как для очень короткого ответа передать микрофон Тане, я ещё зачитаю комментарий, которые нам в чат прислали, вопрос, комментарий о том, что приходилось в разговоре со священниками убеждаться в том, что последние могут неплохо вуалировать свою позицию. Например, один из московских священников недавно говорил, что он за миротворчество вообще не любит войну, но в момент Иркс, в другой ситуации, во время беседы с прихожанами, он стал активно выступать за введение новых символов святости, которые могли бы побуждать людей принимать участие в военных действиях. То есть конкретно, что называется, работать на военные действия. Тоже у нас буквально минуты или две на этот комментарий. У меня максимально короткий ответ, что на самом деле вот этот комментарий про сравнение с Европой, это, собственно, и есть основная разница между приходами в России и большинстве европейских стран, где ты оказываешься прихожанином просто потому, что ты живешь рядом с этим храмом. У нас же, мне кажется, абсолютно везде, где мы наблюдали, люди ходят в храмы вообще в другие в конце города, и это абсолютно нормально. У нас все себе выбирают храм под какие-то свои нужды. И поэтому там вот на табличках появляются просто местные жители, а у нас все-таки храм, это не тот храм, в котором ты живешь, а храм, в который ты ходишь. И да, я согласна с комментатором, они действительно так вот меняют свою позицию, но просто мы были как представители православного университета с диктофоном, и поэтому с нами таким способом оборудованием разговариваем. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Большое. Дорогие коллеги, спасибо всем выступлению.